Лес шумит, лесосека затаилась. Видимо, все, что нужно, здесь уже вырубили. В редакцию обратились жители Бобровки. Лес валят и вывозят в неизвестном направлении. Причем валят в границах муниципалитета. Через сотню метров за этой стеной деревьев, стены домов. Но про рубки хорошо знают в любом углу села. Лесу дофига увозят. Так что люди говорят, никто не жалуется. Кому, говорит, пожалуется? Все. То есть много рубят? Ну, наверное, много, если лесовозы ходят. По 8, по 10 прицепами. Всяко. И ночью возят, и днем, и всяко. Давно уже в этом селе живу, как-то этого не было. Это в последнее время стало проявляться. Ну, как бы неприятные ощущения. Они, наверное, не сплошные, но, тем не менее, как бы заметно это все. Рубки действительно не сплошные, но абсолютно законные. Об этом говорит заместитель директора Бобровского лесокомбината Евгений Пугачев. Он даже выразил благодарность активным жителям, которые беспокоятся и проверяют. Например, этот участок заготовлен специально под вырубку застойных деревьев. Если вы посмотрите, да, то есть это деревья достаточно толстые и убираются именно спелые, перестойные деревья, чтобы дать максимально питание оставшимся молодым деревьям. То есть каждое дерево фактически помечается? Да, конечно. Приезжают люди, специально обученные с лесным образованием. Целый год они проводят лесоустройство, то есть проходят каждый выдел, проходят каждый квартал. По словам представителя компании, лесная декларация на вырубку этой делянки подавалась в контролирующие органы заранее, согласно всем нормам. В краевом управлении лесами подтверждают – работы согласованы. Вблизи села Бобровка проводятся добровольно-выборочные рубки. Это рубки, где вырубаются равномерно по лесосеке в первую очередь поврежденные деревья. Рубки осуществляет общество с ограниченной ответственностью Бобровский лесокомбинат на основании договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов. Как уверяют в управлении лесами, такие вырубки не несут лесному фонду ущерб. Наоборот, участок осветляется, что помогает восстановлению леса. Но, конечно, это и бизнес тоже. Срубленные деревья неплохого качества пойдут на брус, а те, что похуже – на дрова. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.